Приветствую вас, Ирина. Итак, вы говорите о том, что не можете отпустить своего молодого человека, который, в общем-то, просто не проявляет инициативу в взаимодействии с вами. То есть вы поняли, что отношения нужны только вам, и что стали только вы, и что мужчина в большей степени выступал здесь такой, принимающий страну. И, соответственно, ваша проблема заключается в том, что вы не можете человека отпустить. Смотрите, мы с вами, безусловно, говорим о том, что режим ожидания, в котором вы живете, появился не случайно, появился не просто так. А в результате определенных факторов, определенных моментов. Ну, например, если вы живете в режиме, как вы говорите, того, что ждете, то совершенно очевидно, что вам саму ничего особо не хочется. Ну, то есть я имею в виду, когда говорю, что ничего особо не надо, я имею в виду, что вам саму не особо интересно. И дальше вы, ну, совершенно очевидно, что ваш интерес, ваши увлечения и ваша деятельность, которые вы занимались, скажем, до встречи с молодым человеком, вновь дали бы о себе знать. И вы, собственно, занимались бы ими, но поскольку этого не происходит, то, на мой взгляд, проблема заключается именно в том, что вам не особо чего интересно. А слово совсем. Я так, я так плагаю. То есть вам не интересно, к примеру, заниматься своей жизнью. Вам не интересно заниматься собой. Вам не интересно жить для себя. Вам, вероятно, некомфортно с самой собой. И у этого есть причина. У того, что вам не комфортно наедине с самой собой, есть причина. И вот эти причины нужно разобрать. Потому что именно они, эти причины, мотивируют вас на то, чтобы ждать и ожидать прошлого. Кроме того, вы не очень раскрываете, что конкретно вы не можете отбросить. То есть вы говорите, что я разозлилась на то, что пишу все время я. И здесь тоже момент, потому что, а что именно вы разозлились, ведь писали вы, потому что вы хотели писать. Вот. Что именно вас разозлил. И что конкретно вы не можете отбросить, вы пишите, сиди, я сижу и жду чудо. Хорошо. Какого именно чудо вы ждете? Чего именно вы хотите? Какое значение для вас имеют вероятные отношения с молодым человеком? Именно какое значение имеют? Чем это для вас настолько важно? Важно настолько, что вы ничем другим заниматься не можете, ну, судя по вам. Там еще говорить. Вот это и нужно разобрать, Ирина. Смотрите, вы говорите, что молодой человек был достаточно пассивным. Ну, то есть, вы писали ему. Для чего вы писали ему? Вы поняли, как говорите, что вас послали? Вы поняли, что вас послали, но странно писали. Зачем? Для чего? Я называю. На что вы рассчитывали и чего ожидали. Итак. Эээ, значит.. Меня зовут Ирина. Мне 24 года. Эээ.. Ирина ! Имеет ли, эээ.. иначе вместе проводить время. Как вы познакомились и что вас объединяло? Что общего, я думаю. Вы говорите, романтика и т.п. Ни о каких взрывных отношениях речи не шло? Окей, несколько ни о каких взрывных отношениях речи не шло. Как так вышло, что вы сидите теперь и ждете сюда? Как так вышло, что вы разозлились на то, что молодой человек вам не писал первый, я так понимаю. То есть нет ли здесь, нет ли здесь с вашей стороны определенного лукавства? Опять же, если речи о серьезных отношениях не шло, то, наверное, уместно было бы спросить, со стороны кого не шло речи. Дальше, он должен был уехать на месяц, я ему написал, что он думает о наших отношениях. Ну вот это, пожалуй, немного странно, потому что если вы говорите, что о серьезных отношениях речи не шло, то странно, что вы спрашиваете у молодого человека, что он думает о ваших отношениях. Странно, что вы вообще заговорили на эту тему, что он думает. То есть это, знаете, вот с одной стороны давление на мужчину, оказывается, тем, что он требует определенности. С другой стороны, перекладывайте ответственность на человека за то, чтобы чувствовать себя в безопасности. Короче говоря, здесь нужно выяснить, для чего вы спрашивали, что он думает о ваших отношениях. Потому что выглядит это, как неуверенность в себе. К сожалению, к сожалению. Дальше, он мне ответил, что сейчас уезжает, когда вернется, что поговорим. Естественно, я понял, что меня откровенно послали. Ну почему естественно? А почему послали? Может быть молодой человек правда хотел по приезду с вами поговорить? Откуда у вас такая информация, что вас хотели послать? Непонятно. После этого разговором до его объезда мне звонил, мы встречались. Он ехал, я ему писал раз в три дня, спрашивал, как его дела и т.п. Зачем? 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 Зачем, Ирина, вы это делали? Чтобы что? Ну, какая была у этого цена? Дальше. Недавно он приехал и написал мне об этом. Я так сильно разозлилась, что все это время писала только я. Но я об этом говорил, да? На что вы разозлили? Что именно вызывает чувство злости? Что стоит за злостью? Вот, прежде чем злость появляется, что перед этим? Ага, значит, пришлось давно, значит, что это надо только одно... Ну... Вероятно, да. Это нужно только вам, да? А что, это плохо как-то или что? Что это нужно только вам? Так, значит, на его сообщение я ответил коротко, ок, и все. Не очень понятна ваша логика. Вы писали ему в течение всего времени, что его не было раз в три дня. Как дела? Я потом приехал и написал вам, что приехал, вы разозлились, что писали только вы, если вам это нужно только одно. Такое ощущение, что ваши ожидания, которые были, не обравдались. И вы обижаетесь на это, за это, на молодого человека, за то, что ваши ожидания не обравдались. Но видели ли вы и реального человека за своими ожиданиями? Отделяли ли вы то, чего вы хотели, от отношений? И то, что было на самом деле. А каковы причины ваших ожиданий? Каковы причины основания для них? Так. Дальше. Идем. Дальше. Так. Больше ни он, ни я друг другу не писали. Не писали. Я все прекрасно это знаю. Что все, ничего не будет. Не надо надеяться на нас, что это не мой человек. Ну, надо сказать, что вашего человека не бывает. То есть, ну, не знаю, мой человек это собственничество какое-то, на мой взгляд. Мой человек. Ну, люди то вам не принадлежат. Другой вопрос, что вы хотели бы, чтобы они вам принадлежали. Ну, чтобы мужчина вам принадлежал. Обрат заключается только в том, зачем. Дальше. Надо жить дальше и увлечься чем-то иным. Слушайте, ну, вот, подобная постановка вопроса, она очень тревожная для меня, потому что, вот, когда человек говорит, что надо увлечься чем-то. Да, ну, вообще наше видно, что увлечься может быть и надо, но это не делается по такому вот приказу, это делается по желанию. Да, то есть, либо я хочу чем-то увлекаться, и я уже увлечён этим. Либо я не хочу увлекаться, и я ничем не увлечён. Такая история про то, что надо увлечься, ну, это немножко по-другому. Нужно жить в режиме, эээ, того, что я чего-то жду. Пишите вы. Ну, опять же, здесь какие-то запреты там не содержатся. Потому что, эээ, понимаете, что значит нельзя жить в режиме ожидания. Вы живёте в режиме ожидания, и, может быть, для того, чтобы перестать жить, вам нужно признать, что вы живёте. То есть, не париться по поводу того, что нельзя, а для начала себе это разрешить и прожить. Ну, получается, что вы что-то чувствуете, но запрещаете себе немножко прожить это полностью, из-за этого постоянно возвращаетесь снова и снова. Кстати, это вот про историю о том, что проскакивает у вас что-то. Дальше. Так, эээ, он не напишет, ему плеваться, он охладает своей жизнью, если живёте чудом. Да, то есть, тут нужно вот, происходить, что такое чудо, и чего вы хотите, и прочее, прочее, прочее. Эээ, должна жить здесь и сейчас. Ну, вот опять должна, да, то есть, опять какой-то такой, какой-то, какой-то, не знаю, приказ, какой-то, какой-то императив, вы сами себе даёте, для чего, почему, не понятно. Абсолютно. Эээ, при этом всё равно жду, чего жду, как мне избавиться от этого, раскрыть свои, свои потребности. Я пытаюсь увлечься, чем-то, но всё равно проскакивает. Ну, на это, ну не время. Опять же, вы про время ничего не говорите. Нисколько вы встречались с молодым человеком. Эээ, нисколько, эээ, вы живёте вот в таком режиме, в режиме ожидания. Нет, не очень понятно, по времени, как это всё происходит. О каких, эээ, временных рамках, эээ, здесь речь идёт. То есть, это речь идёт о неделях, о месяцах. Ну, я не думаю, что о гадах, да, но, вот, о каких, какие рамки здесь, эээ, временные промежутки охватывать. Потому что, если, например, неделя, то да, это проскакивает, безусловно, и будет проскакивать. Если это месяц, то, ну, тоже будет проскакивать. Это нормально. Если несколько лет, и всё равно проскакивает, да, это, конечно, уже достаточно серьёзно. Вот. Но и в этом случае это означает всего лишь просто, чтобы не смогли, как бы, ну, завершить для себя эту ситуацию. Вот. То есть, как бы, эээ, вероятно, эээ, такое поведение молодого человека, вами воспринимается, как что-то, эээ, негативное для себя. То есть, вот, мужчина со мной эээ, не хочет общаться, да, не хочет взаимодействовать. Значит, ээээ, со мной что-то не так. Значит, я не такая какая-то. И с учётом того, что вам двадцать четыре года, вы, наверное, уже пытались построить отношения. И они у вас, скорее всего, не получились. Тут, тут, тут тоже, тут тоже, тоже есть проблема. Вот. Проблема именно в значимости отношений. Плюс такое вот директивное мышление, что я должна, что вот нельзя, как это, как от этого избавиться. Да, тут такая вот, эээ, такое грубое отношение к себе. Это, конечно, всё место создаёт, создаёт в некоторой степени клетку. То есть, клетка, это такая история, когда человек не может, вот, выплеснуть то, что у него есть, не может быть тем, кто он есть. То есть, когда вы говорите, что, например, я должна или нельзя, вы ещё не являетесь собой, вы отрицаете то, что происходит. Вы отрицаете то в реальности, которая существует для вас. И, соответственно, пойму, эээ, это одна из причин, почему вы не можете увлечь, ну, чем-то. Эээ, дальше. Эээ, самое ужасное, что мы ещё в одной компании. А, по конкретнее, чем, что ужасно. Как перестать жить в режиме ожидания? Ну, разобраться, разобраться в своих чувствах, я полагаю. Эээ, как написать первой? Как относиться к ситуации? Ну, в принципе, ваши вопросы, а не про одну. Да, то есть, если вот вы говорите, что как написать первой, а ради чего пишите? Ну, вот вы спрашиваете у молодого человека, да, как дела? Ну, вам интересно, что с ним происходит, или вам это для себя нужно? Если с ним происходит, не все равно, как он отвечает, если он вас волнует. Если вы это делаете для себя, ну, соответственно, я думаю, не заставит труда увидеть, чего именно вы хотите. Такая вот история. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго. Удачи, надеюсь, что ситуация разрешится.